Hola amigos! Добро пожаловать! Bienvenidos на канал Kiki Mexicanes. И сегодня очень интересное видео. Вы меня просили. Kiki, пожалуйста, сделай видео, где ты объясняешь, когда на испанском употребляйте предлагательный русский или слова русское или что из России на испанском языке. И, конечно, сегодня это разберём. И, наконец-то, наступил этот день, где я вам объясняю 9 фраз, которые мы употребляем в прилагательный руссо, русский или русо. И эти фразы очень интересные, потому что есть какие-то легенды, очень смешные и некоторые очень пикантные. Когда я сидел в интернете, увидел этот пост и думал, уже всё, пора сделать эти видео. Здесь не все фразы, они будут дополнительные. В итоге будет 9 фраз. Прочитаем и я вам всё объясню. Ну и суть этот пост, это то, что мы думаем, что это из России, они прекрасные, поэтому вакцин тоже будет прекрасным, потому что в России изобретили самые прикольные, самые хорошие вещи. И numero uno. La ensalada rusa или в Испании ensaladilla rusa Русский салат. Наверное, вы знаете, что это какой салат? Это салат оливье. Мы не называем оливье. Но я вам признаю, что это мой любимый русский салат, и мы дословно на испанском языке говорим, что это русский салат. Ensalada rusa. Numero dos. Pastel Russo. Русский торт. Здесь очень интересная легенда. Говорят, что это даже было сделано в Испании, этот торт. Смотрите, нам нужно идти на салат времени, где есть царь Александр II и Евгения де Монтихо, испанская императрица. Она, кстати, жена Наполеон Бонапад была. И она так хотела удивлять русского царя, что заказывала у свои испанские повара такой специальный торт, где есть сахарная пудра и миндали. Говорят, что Александр II так сильно любил этот торт, что после этого этот тортик назвали русский торт. И это очень известный торт в Испании. Numero tres. Filete Russo. Русский стейк. Или, на самом деле, есть больше названий, как Salisbury steak, или carne molida, что это для друзей, примерно как фарш. Да, фарш с подливкой. Это такой, тоже есть легенда, что это изобретили в Гамбург, но в Испании сейчас такой, просто как котлета с фаршем, называют как русский стейк. Filete Russo. Numero cuatro. Ruleta Russo или русская рулетка. Наверное, вы это прекрасно знаете, что это такое. Интересно, что впервые об этом кто написал? Михаил Лермонтов. Он написал своим книгам. Он говорил, что так играют, но он никогда не назвал, что это русская рулетка. Потом, спустя времени, учитывая вот эта игра от Лермонтова, решили назвать русская рулетка. Хотя он сам себя не назвал. И numero cinco. Russo negro. Черный русский. Что вы думаете? Что могло это так назвать? Потому что я думаю, это не очень популярно. Или да, это популярно. Это, конечно, напиток. Russo negro. Интересно, почему Russo? Потому что главный ингредиент это что? Это водка. А negro, потому что второй ингредиент это что? Кофейный ликер. И когда получается эта смесь, это такой черный напиток, но крепкий напиток. А здесь очень интересный момент, потому что некоторые источники говорят, что это было изобретено в Португалии, а другие говорят, что это было в Вельгии. А вы знаете это где вообще было сделано? Нумеро сейс. Монтанья руссо – это американская горка. Американская горка? Монтанья руссо? Интересно. Я об этом, кстати, говорю в другом видео, так что вы посмотрите по рва ударениях. Нумеро сейде. И, конечно, это было неизвестно, так что я вам поздравляю, если вы дошли до этого момента. Не нужно раскрыть некоторые тайны испанского языка, который является немного пикантным. Поэтому прошу ваша дискресия. Итак, постараюсь, что очень красиво об этом сказать. Как мы говорили в этом пост, там была паха русса, или можно сказать асер уна русса, как делать русскую. И, простыми словами, это когда девочка употребляет свою грудь, чтобы делать приятно мужчинам. Да, это так мы назвали. Как-то неловко. Нумеро ocho. Hablar en russo. Говорить по-русски. А здесь, конечно, очень смешно, потому что это обычно, когда мама ругает ребенку, что непослушный, потому что она дала четкие инструкции, и она издевается, что, может, тебе казалось, что я говорил на русском, и поэтому ты не понимаешь. Обычно они говорят hablo en russo или hablo en chino, или говорю по-китайски, т.е. когда ты как будто не понимаешь, потому что я как будто говорю по-китайски или по-русски, и поэтому ты меня не понимаешь, и делаешь все, что ты хочешь. И последний, номеро nueve, это мафия русса. По сути, слово мафия уже пугает, когда ты... Наверное, вам это не пугает, но когда ты не русский, слово просто мафия уже пугает. А когда ты просто говоришь мафия, а еще русский, это просто как усилитель, то есть это не как большая мафия, это просто еще... Понимаете? Поэтому в этом случае употреблять просто предлагатель руссо добавляет какой-то некий большой страх. И, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы знаете другие фразы, где употребляет предлагательный русский, русская, и как это контекст меняет, потому что я думаю, что это зависит от стран, от язык, и было бы очень интересно, если мы вместе все поделимся с этой информацией, потому что мне очень-очень интересно. Если вам интересно этот контент, где я расскажу о испанском языке, о русских, о жизни в России, как мне здесь живется, наш менталитет, с чем красиво, с чем мы отличаемся, что я не могу понять в этом стране, и почему я так сильно люблю Россию, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рад, правда, ваша поддержка мне очень важна, надеюсь, что вам понравилось, если да, пожалуйста, поделитесь этим видео на ваши соц сетей, я буду безумно рад, muchas gracias, берегите себя, и увидимся совсем-совсем скоро. Adios amigos, всем добра!